здравствуйте мои дорогие дни клавиатура пришла купил недорого 3000 еще рублей механика там подсветка все что вот хочется вот на вот простым с вами пацанам хорош хороший должен клавиатура но может быть говно вот сейчас вот садитесь сел присаживайтесь и я вместе посмотрим что пришло вот коровка да вот помялся вот на самом деле вы знаете вот механическая клавиатура когда ее делают производитель заявляет обычно например там 50 миллионов нажатий вот посмотрите что стало с этой коробкой чтобы вы понимали вот я нажимаю и чувствую как нажимаются кнопки я думаю что из 50 миллионов нажатий заявленных производителем пока почта россии его доставила ко мне ну осталось миллионов 10 наверное я думаю что основной ресурс уже ушел на доставку потому что сука ну не нельзя было усилитель какой-то сделать а у коробки просто вот я не знаю там на ней брать и прыгали и спали наверно вот такая в общем вот так она выглядит называется мотоспит один подписчик настойчиво сказал мне купить именно эту клавиатуру мол она хорошая классная хвалит ее так в общем тут какие-то бумажки это не интересно и вот так она выглядит она реально что-то маленькая такая компактная прямо вот ну ладно окей так секунду это что такое тут интересная штука но это видимо полагает держатель для кабеля видимо что ли интересная штука да такое вот колечко клавиатура она увесистая кстати это наверное плюс не знаю так выглядит собственно говоря вот так вот а это вот что такое то пластик это снимается я чуть не понимаю а ну да вроде снимается сейчас секунду да этот пластик снимается и вот такая вот клавиатурка маленькая аккуратненько и блять без русского языка ну это конечно печально но ладно я что-то как всегда не посмотрел ну ладно это вообще мелочь я бы все равно и заказал так ножички ножички очень четко встают в свое положение не болтаются не расхлябаны шикарно вторая часть ножек очень из приятный такой прорезиненной прорезиненной резины как у motorola и 398 когда она новая была примерно такая же по качеству далее сам корпус почему-то получается из-за крила я так понимаю но да судя по царапинам вот она приехала вот новая клавиатура и все она уже вот зацарапана в этих местах это конечно неприятно как вы уже успели заметить свечи у нее красные ну давайте нажмем вообще шикарно просто вот слушайте опять же я конечно в механике слабо разбираюсь но среди механики у меня есть синие свечи есть черное вот это вот по тишине как черное то есть звук просто идеальный еще важный момент не каждый со мной это согласится но я люблю когда вот клавиши именно у них нету вот этого точки срабатывания то есть она не ощущается да и вот здесь вот клавиши нажимаешь и она идеально ровная без всякого звука без всякого щелчка ну понятно это красные свечи да это синие щелчком вот но даже есть некоторые свечи вот знаете вот у меня у друга клавиатура logitech там у нее свои свечи logitech of ski хорошая клавиатура но у них во время хода тоже чувствуется такой вот легкий упорчик где-то вот на середине когда прожимаешь чувствуется такой легкий зацеп что ли да вот здесь во весь ход клавиши идет равномерно легко это очень приятно я уже начинаю понимать почему ее так любят да то есть за 3000 рублей а ощущение просто как вот я не знаю у меня есть две клавиатуры механические мои сейчас я вам достану их и покажу так значит вот такие вот две клавиатуры у меня обе тессора но это никак не связано с компанией тессор то есть они мне их не дарили эту мне подарил компуктер с канала компуктер логично пиздец конечно она у меня стоит на дополнительном компьютере когда вот я что-то тестирую она стоит звучит она вот так то есть по звуку она не юзабельна я не знаю я слышал что есть люди которые любят синие свечи но сам лично этих людей не видел поэтому честно говоря не верю что они существуют я верю в бога хотя его не видел но это совсем другое я ощущаю его присутствие но я не ощущаю присутствие людей которые могут любить вот это надо просто болеть чем-то с ушами связанным чтобы любить эту клавиатуру явно но это пиздец то есть ей пользоваться невозможно но дополнителем пока она как бы стоит так что тесты в играх там до чё да немножко это это как бы знаете стоит в гугле чего-нибудь начинает забивать у тебя уже кровь сочится из ушей не люблю синие свечи но у нее есть плюс она реально быстро она очень быстро то есть в играх ход до срабатывания очень маленький у нее вот поэтому в плане потребительских свойств ну то есть по уровню работы она действительно топ лучше чем вот это вот это вот я купил сам себе она на черных свечах с усилием 60 грамм обычно напомню бывает 40 грамм вот на этой клавиши легкие я чувствую вот на этой тоже около 40 грамм здесь потяжелее кнопки нажимаются но они великолепные просто они вот очень мягкий ход тоже никакого зацепа никакого щелчка довольно тихие очень приятная клавиатура во всем но она сука очень древняя очень древняя и возможно из-за этого она не такая быстрая то есть вот субъективно вот это все-таки ощущается быстрее чем вот это да то есть нажатие обрабатывается чуть быстрее чуть раньше там я не знаю но есть такой момент вот у нее даже нет подсветки но насрать на подсветку меня на самом деле но было бы неплохо если бы она была скажем так и вот новая клавиатура собственно на самом деле она даже тише чем моя вот это вот вот это вот она погромче немножко будет это же на красных свечах очень тихая и очень компактная то есть у нее конечно нет нампада вот это сколько-то минус да наверное вот но зато по размеру вот как видите она даже компактнее чем вот эта часть без нампада да надеюсь я понятно объяснил как сапог объяснил болеть вот короче вроде как ощущается неплохо вот но есть у клавиш люфт и он мне чего-то не нравится реально противненько вот клавиши шатаешь и у них есть такой вот люфт точек а такой не очень приятный в люфт мне тоже абсолютно непонятен дело в том что когда я выбирал вот эту клавиатуру я перещупал в магазине штук 10 клавиатур причем более дорогих там по 10 тысяч вот было этот зеленый такой сатанинский этот знак то рейзер рейзер hyper x hyper x был вообще просто полное днище я просто охуел за 9 тысяч они просят за клавиатуру там клавиши блять вот просто как рычаг кпп на старой шестерке блять болтается понимаете кулиса только вот эта клавиатура более-менее держит клавиши в своих местах они не так сильно болтаются хотя люфтик все-таки есть вот здесь здесь он да вроде то нет он чуть чуть побольше чем на моей чуть побольше чем на моей это неприятно но в принципе в рамках разумного я бы сказал в рамках разумного вот как она будет ощущаться в играх и так далее прямо сейчас я вам не скажу это конечно покажет время вот у этой клавиатуры есть некая штука такая неприятная я теряю клавиши очень странно это звучит но когда я сижу в sony вегасе особенно я кладу руку машинально на в асд и нажимаю букву с вместо а и у меня включается инструмент нарезки по моему как то так короче да то есть я сдвигаю вот так вот почему-то это только с этой клавиатурой плохо позиционируется я не могу понять где какие клавиши да то есть хотя казалось бы вроде она идеально но что-то вот с эргономикой у нее какой-то видимо все-таки просчет есть потому что например вот на этой клавиатуре таких проблем нет тут все четко ощущается как будет с этой я хрен его знает но сейчас по крайней мере подключим посмотрим как она выглядит кстати вот эта панель судя по всему металлическая вот это вот вот я конечно не точно не знаю но она холодит руку судя по всему это действительно на алюминий какой-то по крайней мере выглядит клавиатура очень качественно вроде докопаться нельзя только давайте кейкапы снимаются легко свечи подписаны чё там написано то ёпта ни хера не понимаю я не вижу что там написано абсолютно не могу понять что написано там на нее как осталось собрать профессиональный тестовый стенд для тестирования клавиатур а конкретно просто обратно закрутить блок питания закручивать не буду я просто окно чтобы было и все ёпта мать красотища ты какая я как бы вообще без сарказма сейчас говорю я конечно тоже как как лох ведусь на подсветочки всякие но блин это правда очень красиво прожить и сейчас один этот подсветки а вот сейчас выключу верхний свет да слушайте неплохо прям очень неплохо то есть она интересного здесь вот как же это красиво да то есть вы здесь вот диоды разноцветные под самой клавиатуры а сами клавиши красные подсветка выглядит просто шикарно ну реально то есть и главное что знаете вот помните у меня была клавиатура с круглыми клавишами говеная вообще но сама суть вот вот эта вот часть выреза где сама подсветка должна светиться она вот на дешевых клавиатурах она бывает с такими огрехами знаете такая вот это корявая блять мерзкая вот эта вещь честно я никак не ожидал китайской клавы но она создает впечатление как не знаю как это какой то дорогой продукции вот понятно дело что в любом случае это должна быть дешевка она в любом случае стоит 3000 а чудес не бывает значит по любому на чем то здесь конкретно так сэкономили но по крайней мере выглядит и ощущается вещь очень хорошо то есть вот вот прям все равно не пожалею что купил даже сейчас если она будет не такая уж и быстрая хотя бы за то что это механика из то что она такая тихая так что у нас тут так ну давайте сейчас зайдем в игрулю так друзья как подсветку то у нее вообще переключается так вот они пошли сочетания клавиш все на вьетнамском на татарском нихуя не понимая ни одного слова блять картовая хорошо fn плюс ps так fn плюс print screen ага окей это у нас выключение а нижнюю нельзя что ли выключить это что-то не очень приятно так то есть я вы выключаю отдельную верхнюю подсветку но нижней это остается видеть кстати еще момент ребят на вам видно как будто она моргает но она нисколечко не моргает она абсолютно статичная очень плавно переливается камера просто так передает поэтому имейте в виду это так ладно fn print screen включает выключает подсветку а нет вот ага вот мы управляем нижней подсветкой блин она у вас так моргает что похоже на китайскую гирлянду обидно конечно что вы так видите вот вот как можно сделать статичными моргает красным цветом так совсем можно отключить нижнюю можно сделать более прикольно она бегает по кругу это очень прикольно так в другую сторону так просто плавная rgb статика красная а это плавно это будет от типа дыхания окей синяя статика да они это нам вот плавно меняется целиком болен как печально что вы видите это не так как я так а что если сейчас выдержку поменяю ну-ка так ребят вот на маленькой выдержки короче вам показываю видео конечно в этот момент наверно поплывет но чтобы понимали она не моргает вообще она абсолютно статичная попробую вам сейчас так показать так значит вот такая вот вот довольно паршиво выглядит как гирлянда но статические всякие режимы выглядит реально довольно красиво то есть можно управлять отдельно нижней подсветкой отдельно верхней болен это очень прикольно ну реально прям неплохо ладно давайте пока отключим вниз давайте разбираться теперь с верхней подсветкой так сейчас обратно настройки камеры верну о как интересно подождите fnpd можно еще цвета выбирать смысле то есть не совсем понимаю смысла работы вот этого сочетания но между ними можно выбирать в каком-то определенном режиме разные цвета внизу ну блин это конечно шикарно а я понял минус и плюс это уменьшение и увеличение скорости смены анимации вот то есть это тоже относится опять же к нижней подсветки я так понимаю вот можно сделать что быстро прямо она менялась вот она применяется быстро да а можно короче максимально медленно чтобы она очень плавно менял цвета болен откажешь очень прикольно так ладно следующий режим fn плюс единичка fn единичка подсвечивает клавиши в асд и escape а еще и стрелочки fn2 fn2 у нас подсвечивают следующие кнопки но я не буду перечислять вам и так видно в принципе для какого жанра игр сами напишите я не сильно шарю так fn троечка fn троечка подсвечивают еще другую группу клавиш fn4 попробуем так fn4 подсвечивает вот так вот такой набор клавиш fn5 вот такой вот интересно блин очень красиво на самом деле даже на камере мне кажется немного не полностью она передает но в реальности очень красивое на устройство подсветочка все работает реально не ожидал что настолько будет это приятная вещь господи да тут еще блять целый список этих клавиш что делает вот это вот сочетание клавиш опачки охереть серьезно я в шоке просто то есть можно самому профиля создавать что ли ёп твою мать серьезно и каждую можно отдельным цветом охереть просто я прошу прощения что веду себя как ребенок дебильный причем да но ребят это очень круто я не знаю но я не знаю может быть это у всех уже есть я просто сейчас вот удивляюсь да господи но это просто потрясающе то есть я могу отдельные клавиши какие мне надо засветить нужным цветом причем цветов гамма пожалуйста то есть вообще врос слов нет это просто бомба то есть вот эти вот куда например красные это вот такой цвет вален это просто потрясно просто потрясающе так и видимо я могу сохранить это на какой-то отдельный профиль да сука ой я дебил тут оказывается первые страницы там на татарском а дальше то наш родной наш родной английский идет сука я тут мучаюсь гадаю просто короче ладно функций очень много еще вот единственное стоит показать например fn вниз уменьшает интенсивность подсветки то есть смотрите можно сделать такую мягкая подсветка до что и как будто вообще почти не будет только в темноте вот а можно же сделать так что она была ярко еще позже уже нашел по пару функций смотрите например как она может это а и и и и и и и и короче единственный минус я все-таки сейчас сижу и думаю как все-таки быть без русских клавиш либо наклеивать сюда вот наклейки с русскими кнопками но это же просто жопа это настолько качественная вещь что колхозить ее какими-то вонючими наклейками очень не хочется кроме того получается у наклеенных клавиш не будет подсветки правильно то есть подсветка будет только у этих ну вот я не знаю даже что делать что посоветовать потому что ну это реально обидно я заказал ту вещь просто типичному вроде как подписчики просят типа ну давайте посмотрим что это есть я никак не ожидал что она мне настолько понравится при том что я даже еще и не пользовался я буквально только посмотрел как подсветка работает я вообще думал что здесь просто белая подсветка блин это офигеть настолько кастомизация жесткая не уверен что кто-то в реальности и будет пользоваться прямо на постоянной основе но вот разочек забить какие-нибудь профиля там под игры себе наверное это вполне реально звучит и выглядит так ну давайте еще в игру зайду все-таки расскажу как примерно все это ощущается я запустил вот тут публь же еще игра не началась но это и не нужно на самом деле вот я вот уже могу сказать что скорость реакции у этой клавиатуры отличная не знаю есть ли лучше может быть и есть лучше да в принципе вот но по крайней мере точно не хуже чем у этих тессоровских то есть срабатывает просто примерно еще по моему меньше чем на половине может быть и на половине нажать а ну то есть не надо до конца нажимать примерно клавиши легкие то есть они на 40 грамм примерно ну вот пока давайте попробуем вот так вот вам будет видно или нет чтобы вы могли в макро как бы до максимально крупно увидеть качество исполнения клавиш короче ладно а вы все видели сами не люблю нализовать какие-то вещи сразу впечатление как-то вот ну просто со стороны знаю она портится как будто вам что-то впихивают какую-то рекламу скажем так это даже не мнение это скорее просто эмоции вы увидели мои эмоции когда я распаковал эту вещь мнение сформируется чуть позже обидно конечно насчет этих вот раскладки русской да что ее нету где ее брать где вот это вот все не знаю если кто знает где можно найти кикапы для этой клавиатуры с русскими клавишами чтобы подсветка работала напишите пожалуйста вот но наверное все а так я не знаю что еще добавить ну могу сказать что вряд ли в рознице можно найти устройство за эту же цену с таким функционалом и вот на таких вот неплохих свечах да то есть наверное вряд ли все-таки за трешку я за 2000 недавно брал клавиатуру вы помните ролик был он такой говно лютое было но на сегодня у меня все с вами был ремонтяж берегите себя и своих близких